Снег Здравствуйте, меня зовут Дарья. Я являюсь директором этой галереи, которая была открыта буквально в мае прошлого года, наверное, в самое тяжелое время в ковидное. Но это было огромное событие для всех, кто любит искусство, особенно безнадежное искусство. Это группа художников, которая образовалась уже давно, и она поражает тем, насколько все сплочены в своем стремлении не бросать старую живопись, старую технику, насколько они действительно чувствуют именно живописную фактуру и готовы продолжать этим заниматься, несмотря ни на что. На самом деле, это уже пятая выставка в наших стенах. Первая была посвящена, собственно, самим безнадежным художникам, и называлась она очень, мне кажется, правильно «У себя дома», потому что вот это такой дом безнадежного искусства. Ну а сейчас здесь идет выставка, которая называется «Зима». У него такое очень простое название, потому что когда мы думали, как вновь объединить всех художников безнадежных, дело в том, что у нас были разные выставки, ну а сейчас мы решили придумать тему, которая всем была интересна и актуальна. А так как в этом году зима, ну я бы сказала, одна из самых снежных, наверное, эффектных и красивых, мы попросили всех художников буквально по одной-две картины выбрать из своего творчества, посвященных зиме. Очень долго мы всех собирали, потому что были январские праздники, но в конце концов удалось и все развесить картины, и получился даже, ну такой, мне кажется, это феномен для каждой галереи знакомой, что места мало, но столько все проявили активное желание выставиться, показать, какими они видят зиму. И здесь практически все безнадежные представлены. И вот то, что меня лично удивило, когда мы просили всех прислать сначала фотографии работ, мы думали, что, наверное, очень много будет белого цвета, и даже хотели сочинять какое-нибудь предуведомительное слово, посвященное белой зиме, но оказалось, что зима у всех разная и у многих очень яркая. И мы так и старались с Анатолием Савельевичем Заславским, главным, идейным вдохновителем безнадежных, и развесить картины, чтобы было видно разнообразие. Здесь у нас есть стена, посвященная графике, и, конечно, очень такие яркие, экспрессивные зимние образы в этом зале, которые традиционно мы называем серым или темным. И вы видите, что здесь все практически работают в традиционной технике. Дело в том, что сейчас, в 21 веке, когда все все время говорят о том, что традиционная живопись умерла, вот это постмодернизм и так далее, остались те художники, которые действительно безнадежно еще верят в то, что старая живопись, она нужна. Такого снегопада, такого снегопада, давно не помнят здешние места, а снег не знал и падал, а снег не знал и падал. Зима Земля была прекрасна, прекрасна и чиста, снег кружится, летает, летает, и поземкою клубя заметает зима, заметает все, что было. Субтитры создавал DimaTorzok Зима 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 Не стал бы снегом нашей разлуки. Любите ли вы, коллега, нечищенный грязный Санкт-Петербург со следами вывода домашних питомцев так, как люблю его я? Что говорит нам выставка безнадежных художников об этом еще одном Петербурге? Мы вот такое ощущение, что каждый месяц смотрим по очередной версии Петербурга. Хорошая тема для исследования творческого. Не зря Николай ей занимается. И вот это такая параллельная его история. И здесь действительно представлен третий Петербург, на мой взгляд. Я бы его разделил так. Есть академический Петербург, есть абсолютно коммерческий парадный Петербург, а есть Петербург наивный, наивного влюбленного искусства. Вот сегодня мы здесь его и видим. Хоть и художники называют себя безнадежными, мне кажется, что это как-то притянуто за уши. Вам не кажется так? Ну, вообще, в определении безнадежные первое, что зритель, наверное, вкладывает или извлекает, это значит, ну и ловить нечего. Когда наш друг, тоже, кстати говоря, фамилия на букву «К», узнал, что мы идём на безнадёжных, он сказал своё «У». И ещё какие-то пару таких же слов. Поэтому вот это первый смысл. А то, что безнадёжные – это ещё какое-то радикальное отношение к искусству, то, что это ещё и отрывы вместе с тем сохранение традиции, это надо ещё учитывать. Ну, с другой стороны, они делают что-то такое интересное, потому что группируются. Знаешь, настали те самые времена, когда нужно опять соединяться, объединяться для того, чтобы сохраниться. Были времена, когда художник становился индивидуальностью и мог спокойно жить и работать. То сейчас, наверное, в группе выжить будет лучше. В принципе, мне понравилась галерея, мне понравилась выставка, я увидел несколько знакомых имён. Меня впечатлила, кстати, скульптура, которая здесь представлена, потому что её показывать достаточно редко, так что рекомендую зайти посмотреть.